Вареные овощи и маринованный огурец. Соус на основе растительного масла. Даже обычный винегрет может стать маленьким произведением. Помимо этого, за 4 часа участникам необходимо приготовить десерт с заварным кремом. Здесь полная импровизация. А также тельное, старинное русское блюдо. Зразы из рыбы с гарниром и минимум одним соусом. С заданием участники ознакомились заранее. По правилам есть стандартный набор продуктов, а также персональный заказ. В основном это касается зелени и специй. Учитель подходит и говорит, что едешь на конкурс. Все. Без комментариев. И после этого начали готовиться. Анна Горобец из Крымска. Учится на повара-технолога. Сейчас девушке 18. В 12 она испекла свой первый торт. В 16 уже начала выпекать кондитерские изделия на заказ. К соревнованиям готовились 3 недели. Задания отрабатывали вместе с преподавателем не менее 20 раз. На этих соревнованиях десерт мы разработали сами. Нигде не брали его. Можно сказать, дизайн этого десерта приснился. Вот так вот. Мы решили его попробовать. Получилось очень красиво. Проявить себя, можно сказать, интересно. Узнать, смогу ли я это сделать. В общем, поставить какие-то перед собой цели. В отборочном этапе участвует 27 человек со всего Краснодарского края. 16 из них отправятся на региональный чемпионат. Анапский колледж сферы услуг принимает соревнования уже во второй раз. Как пояснили организаторы, здесь можно развернуть необходимое число рабочих мест, которые соответствуют стандартам. Помимо видимого результата, вкуса, цвета, эстетики конечных блюд, эксперты оценивают технологию владения инструментами и утварью. Чаще всего ошибки это больше вредные привычки участников. Очень часто проскальзывают. Например, вытирание руки об фарфах. Это грубое у нас нарушение. Или, например, неправильное использование разделочных досок. У нас есть определенная маркировка разделочных досок. Если они ее нарушают, это тоже ошибка у нас. Также, например, частые ошибки у детей. Это грязная тарелка при подаче. То есть они выкладывают блюда, но не соблюдают чистоту тарелок, всех бортов и так далее. Тоже грубое нарушение у нас. По словам Ксении Воздвиженской, те, кто принимает участие в соревнованиях на этом этапе, уже вполне способны работать помощниками шеф-повара в ресторане или кафе. Два представителя Кубани из Краснодара и Сочи в этом году приняли участие в чемпионате страны. Организаторы отмечают, что у анапчан достаточный потенциал и попадание их в число лучших в регионе – вопрос времени.